Всем доброе утро! Мне кажется, это мой первый влог на YouTube. Мне очень тревожно и страшно тут все снимать, но так как я привыкла уже к формату, по крайней мере, Instagram, так что думаю, я справлюсь. Мы приехали с Сашей в аэропорт Домодедово. Сейчас мы идем на вылет на международные рейсы в Стамбул. У нас будет следующий. Получается, Москва, Стамбул, Греция и только потом уже Франция. Поэтому, скорее всего, будем сажать в самолете. На все перелеты мы потратили Саше около 130 тысяч рублей. Они включали в себя перелеты из Москвы в Стамбул, из Стамбула в Афины, из Афины в Париж, из Парижа в Рим, из Рима в Стамбул и из Стамбула в Москву. Самым долгим перелетом оказался перелет из Москвы в Стамбул и обратно, потому что на него мы потратили около четырех с половиной часов. Итак, время 4. Мы прилетели в Стамбул. Взяли здесь интернет примерно на час. На каждого человека Wi-Fi. Следующий рейс у нас уже в Грецию, в Афины. Он будет примерно через 3-4 часа. Надеюсь, мы выдержим это время благополучно с интернетом. И далее у нас следующий рейс уже ночной в Париж. Мы там будем утром. Вот. Сейчас мы хотим найти с Сашей какую-нибудь небольшую кафешку, чтобы попить мой любимый чай, стамбульский чай, и поесть какое-нибудь пирожное. Когда мы прилетели в Стамбул, мы решили купить Саше фирменный чай в маленьких чашечках, поменяли деньги на лиры и также потом начали ждать наш рейс. Итак, время 7 утра. Мы провели всю ночь в Афинбург, в Афинбург, в Афинбург. Сейчас наконец-то будет указанный рейс в Париж. Последние за эти 4 дня и последние на сегодня. Вот. Что хочу сказать. Мы только что приземлились в Париже. Я уже успела поплакать. Я думаю, сегодня у меня будет еще огромный спектр мостов. Сейчас мы уедем забирать наш багаж вместе с Сашей. Поэтому увидимся чуть позже, когда мы уже, наверное, переедем в город и заселимся. После того, как мы приземлились во Франции, мы начали искать наш багаж. Это за него очень много времени. Но потом мы пересели на бесплатную электричку до другого терминала. Потом мы сели на электричку РЕР. Стоимость проезда, кстати, около 12 евро. Потом поехали на метро в центр Парижа. Ну что, ребят, показываю вам рум-тур. Я уже вот так вот одела. Сегодня у меня такой чисто парижский лук. Я привела себя в порядок после долгой поездки. Сейчас показываю вам очень милую квартирку. Она мне безумно нравится. Вот. Я бы, если честно, такую же себе очень хотела. Вот здесь все в таком стиле, можно сказать, икеи сделано. Здесь две комнаты. И, что немаловажно, здесь вот такая вот замечательная маленькая кухня. Но ее окна выходят во двор. Представляете, здесь можно сразу готовить и, получается, смотреть во двор. По-моему, это просто прекрасно. Чистая эстетика французских квартирок. И вторая комната. Это вот такая вот спальня. Вот. Тоже небольшая, но супер-мега уютная. Она мне тоже безумно понравилась. Есть такой еще шкаф. В общем-то, мы полностью с Сашей уже разместились. И на ближайшие четыре дня эта квартира будет в нашем распоряжении. Данная квартира обошлась нам примерно в 55 тысяч рублей. Бронировали мы ее на букинге. Жили мы в районе Андрис-Сюрсен, сразу за Сеной. Следующий за всеми округами Парижа. Ехать на метро нам было примерно 30 минут до центра Парижа. И жили мы на станции Габриэль-Пери. Здесь очень милые домики, очень милая инфраструктура. И мне все очень понравилось. Особенно сама квартира, которая была супер-милая в стиле Ikea. Ну что, вы готовы увидеть? Я ее увидела. Как только мы приехали на площадь Рокадера, мы спустились вниз. У нас была запланирована экскурсия на второй этаж Эйфелевой башни. Стоила она для Саши 18 евро, для меня 9, потому что мне еще не было в тот день 25 лет. Исполнялось только на следующий день. Так что имейте в виду пребронированный билет. Бронировали билеты мы, кстати, онлайн на сайте. Советую это делать заранее, как раз в формате онлайна. Иначе есть шанс, что вы будете стоять в очереди очень-очень долго. И так и не успеть на определенное время, чтобы полюбоваться этой красотой, которую я показываю вам сейчас. После того, как мы спустили Эйфелевую башню с экскурсией, мы решили пройти в маленький садик под ней и полюбоваться ее оттуда. Еще хочу сказать, что ехать в Париж в сентябре это было отличным решением, потому что осень здесь просто прекраснейшая. Наш первый день закончился неспешными прогулками по уличкам Парижа рядом с башней. Ее было видно, кстати, из каждого абсолютно уголка этих улочек в какой-то ее части. Просто посмотрите, как она сверкает красивой ночью. Каждый час. Доброе утро. День второй. Сегодня мы с утра решили исследовать Монмартер. Это прекраснейший район с глубокой историей. Здесь очень часто в барах останавливались писатели известной личности, такие как Хеммингвей, Фиджеральд и другие. И мы решили исследовать Саше этот район, и я решила его показать вам. И сейчас мы пойдем в очень красивую кофейню на углу холмика такого, она розового цвета красивого. И там я хочу позавтракать на свой день рождения. Сегодня мне исполняется 25 лет. Вчера мы с Сашей же отметили это событие рядом с этой белой башней, бутылочкой вина. И сегодня мы хотели бы отпраздновать его в ресторане чуть позже, но сегодня утром я решила пойти все-таки в кофейню, которую хочу вам показать. Мы, к сожалению, не смогли попасть в ту замечательную розовую кофейню, которая находится на грунт, потому что там было очень много людей, оказывается, у нас были сидеться заранее. Поэтому мы пришли в другую, не менее классную, и мы наконец-то смотрим Саше посидеть в таких вот местах, которые открываются вид на город, вот, как бы прям Эмилю в Париже, как она сидела со своими подружками. Вот, мне принесли горячий шоколад. Саша, в принципе, тоже это, но его еще со взбитыми сливками. Вот такая вот прелесть. Весь завтрак обошелся нам примерно в 30 евро. Я заказала горячий шоколад. Здесь называется Chocolate Chowood на заметку. Саша заказал тоже, только со сливками. Плюс я еще заказывала авокадо-тост, он был безумно вкусный, насыщенный, и вообще не жалко было отдать за него деньги. И далее мы неспешно просто разговаривали, смотрели на утренний город. Знаете, когда мне говорили, что район Монмартер — это вечная лестница, они не шутили, причем несколько видео. Чтобы вы понимали, я сейчас иду, и здесь, наверное, еще где-то 100 ступенек вперед. Мне нужно спускаться, а потом еще подниматься. Виды здесь, конечно, прекрасные, но лестницы... Ну, в общем-то, вы сами видите. Так что будьте готовы не только ходить по Париже, но когда вы будете в районе Монмартер, готовьтесь подниматься, спускаться по 100 миллионов раз и готовьте свою дыхалку. Ну и, конечно же, мы никак не могли пройти мимо классных кондитерских и булочных, которые там находились на кратном шагу. Мы взяли несколько круассанов с шоколадом и несколько эклеров. Также для съемки видео. Вот здесь я как раз уплетаю эклер. После съемки видео мы с Сашей начали просто следовать район Монмартер, который мне понравился, кстати, больше всех в Париже. Заразно скачали экскурсию на телефон и ходили, слушали про достопримечательности. Еще раз повторюсь про лестницы. Да, район Монмартер состоит полностью из вот таких огромнейших лестниц, так что имейте ввиду, куда появится. После этого мы попали на очень красивую и атмосферную площадь Тертар, где сидят очень много художников, которые в реальном времени рисуют вас или свои картины. Здесь все очень красиво, все хочется купить. Этих художников здесь очень много. И вокруг веет прям такой дух творчества. После выхода из базилики Sacré-Cœur, который является, кстати, самой высокой точкой Парижа, можно купить вот такие замочки за 5 евро и прикрепить, как это сделали мы. Дальше мы просто нашли обзорную площадку, которая находится тут же, и увидели весь Париж как на ладошке. Мы зашли внизу от район Монмартер в магазинчик сувенеров. Вот такие сувенеры, в принципе, дома, в полной башенке, но они не светятся, к сожалению. А те, которые стоят, лучше покупать на Тракадеры. Но это стоит 80 евро. Я очень захотела себе взять вот такую штучку. Я всегда беру ее из путешествия, она такая красивая. Из картосов путешествия и картовые страны города я беру подобные штучки. Обрала из такой Истамбула, из Питера и еще из других городов. Если спуститься от Сакрикера вниз по лесенкам, то можно выйти на такую улицу с сувенирами, где они намного дешевле, где я их советую покупать. Пока мы гуляли по Монмарту, мы не заметили, как пришли к месту, которое называется «Кафе-две мельницы», в котором работала Амели из фильма... Собственно, Амели, если вы его смотрели. Это как раз тот район, где она жила и работала во время всего фильма. Ну и, конечно же, мы не могли не зайти в данное заведение. Там было очень много людей, но мы все-таки нашли место, куда можно сесть прямо возле выхода, где было окошко на улицу. Вот, кстати, сама Амели. И мы заказали, опять же, чоколад чаут, про который говорила ранее. Это горячий шоколад. Саша заказал себе чашечку кофе. Все обошлось нам примерно в 12 евро. Что мне очень симпатизирует и нравится, вот эта прекрасная традиция сидеть на верандах. Движухи очень много. Очень много, наверное, туристов тоже. И в целом людей. Но это даже круто. Вечером с Сашей мы сходили в ресторан с видом на Эфелевую башню. К сожалению, у меня нет видео, но именно там мы отправили мои 25 лет. И потом просто ходили по ночному Парижу. Доброе утро. Сегодня день 3 в Париже. 3. Мы пришли в ближайшую кофейню с нашим домом. Начинаем утро. Вот такое кофейня небольшое. Причем даже кондитерское, можно сказать. Взяли торта тен. Отдаваю круассан с шоколадом. И еще печеньку с антеллой. Сейчас будем завтракать. И сегодня по планам у нас музейный день, как и завтра. И сегодня Париж такой пасмурный, но это даже романтично. Поэтому буду показывать вам музей. Следующие два дня, пока мы были в Париже, были, к сожалению, дождливыми и пасмурными. Было очень холодно, около 10 градусов всего. Но мы не отчаивались, потому что эти дни у нас были запланированы как музейные. И, конечно же, мы решили поехать в Версаль первым делом. Когда мы приехали в Версаль, дождь пока не прекращался. Но это даже было романтично. И сам район был очень классный. Это не так. Не так. Молодец. Так, мы прошли Версаль. И что хочу вам посоветовать, искренне. Покупайте музей ПАЗ. Это такая классная штука. Это такой сборник всех музеев, можно сказать, за 55 евро с человека на два дня, на 48 часов. То есть вам дается доступ к 40 музеям, к самым главным музеям Парижа. И сколько вы успеете, столько вы можете посетить бесплатно. Какие-то из них, собственно, изначально бесплатно, но какие-то из них платные, стоят около от 10 до 25 евро и выше. И поэтому я вам искренне советую покупать именно этот резин-паз. Потому что сейчас мы прошли в Версальский дворец без очереди, в приоритете. И нас сразу везде пропустили. Поэтому это заняло не так много времени, как могло бы быть, если бы мы покупали билет уже здесь. В Версаль мы ехали примерно от своего местоположения, где мы сейчас живем, примерно в час с одной пересадкой. И сейчас мы хотим потратить, ну, наверное, часа два на прогулки по Версалю. Кстати, мы очень удивились, но здесь были гиды на русском языке. Версальский дворец. Дальше мы просто начали бродить по Версалю. Из-за него это примерно у нас все около 3-3,5 часов. И, если честно, первое впечатление у меня было не очень. И мне показалась даже каким-то атмосфера какой-то скудной. Потому что я сравнивала с нашими дворцами, типа Зимнего, в Питере и так далее. Но потом, по мере прохождения комнат, я изменила свое мнение, потому что они стали намного богаче. И все эти люстры, картины в золотых рамках и особенно потолки с 3D фигурами, это было, конечно, что-то. Это нужно явно смотреть вживую. Это было очень круто. Но отдельное, конечно, внимание у меня зацепили сады, в которые мы, к сожалению, не смогли попасть. Но, тем не менее, мы их видели из окошек дворца. И они, конечно, были прекрасные. Я думаю, летом они здесь вообще восхитительные, потому что все цветет или весной. Сейчас уже было не так красиво, но то, как они выстроены, и их композиция, я думаю, никого не оставит равнодушными точно. Мы пришли в самый красивый зал Персаля, просто посмотрите, какой он прекрасный. После просмотра дворца мы пошли прогуливаться с Сашей по маленьким видным улочкам с маленькими домиками самого района Версаль. Они меня очень сильно зацепили. Я безумно захотела жить в таких домиках, потому что они были пропитаны атмосферой 18-19 веков. И отдельно стояли какие-то мясные лайки, сырные лайки, пекарни и так далее. Это было очень классно. Это, конечно, меня сильно зацепило. И я захотела прогуливаться по ним просто, наверное, всю оставшуюся жизнь. После посещения Версали мы с Сашей поехали обратно на электрички. Вот, кстати, так она выглядит, двухъярусная электричка. Поехали обратно в центр Парижа, чтобы пообедать в классном месте. Мы пришли в очень крутое место. Здесь можно очень красиво и дешево поесть. Еще есть бульон-пегар. Так, пока нет Саши, он отошел. Мне уже успели принести МИККЕ, 6 стул. Здесь стоят где-то 7 евро. Так что я заказала сок. Синвый. И еще курдовцу с картошкой. Цены здесь довольно демократичные, если сравнивать их с большинством ресторанов и возведений Парижа. Потому что, например, один бургер здесь может стоить около 1800 рублей. А здесь, например, улитки те же стоят 600 или 800. А остальные блюда по 10 или по 8. Пропала тема. Их там очень мало. Пока что я добралась до соуса. И дальше попробовать со самой улитки. Я ждет успеха. Очень неплохо. Просто размер порций. Пока мы гуляли по Париже, мы также наткнулись на несколько книжных магазинов, которые хотели очень зайти и посмотреть и сравнить цены. Скажу так, наши книги намного дешевле, чем в Париже. Это 100%. Потому что примерно каждая книга, даже маленькая, стоила около 6-7 евро. Это 700 рублей. А большие я даже не буду говорить сколько, но около 15 евро каждая. Поэтому я приняла решение потом купить их в другом месте, о котором я расскажу чуть позже. Когда погода стала наконец-то лучше и дождь ушел, мы с Сашей приехали на Элисейские поля. Это главная улица Парижа, которую мы смогли посмотреть в первые дни. Пришли на мост Александра Третьего. Это самый красивый мост, мне кажется, вообще Парижа. Здесь рядом очень много достопримечательностей. Вон дом инвалидов, где останки Анатолеона. Также вот здесь тоже. Такой здесь сильный трафик. И как раз отсюда открывается прекрасно видная филиобашня. Мы сейчас чуть позже туда пойдем. И сами все увидите. Мы решили по полной использовать то, что у нас было включено в Париж-ПАС, поэтому мы поднялись на обзорную площадку с триумфальной арки и посмотрели на ночной Париж. Мы ходим по городу и слушаем эстетики. Второе, первое, 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 первое. Весь следующий день у нас был посвящен музеям и прогулке по романтическому дождливому Парижу. И слава богу, под конец дня эта погода снова стала солнечной. А так мы ходили полностью по городу и слушали экскурсии, которые мы закачали в телефон заранее. Мы пришли в музей Фрагонар. Это музей парфюмов и духов, изначально которые были созданы здесь во Франции. Если вы будете гулять рядом с галереей Лафаэт, это огромный ТЦ Парижа, и с оперой, то вы можете заглянуть в бесплатный музей, в музей духов Фрагонар. Мы здесь провели около 15 минут, потому что сам музей небольшой, но внизу вы можете послушать лекции этого музея, а также купить парфюмерию. Мы вышли из музея Фрагонар. Здесь внизу такой вот красивый магазинчик с духами, с парфюмерией, которую можно посмотреть, понюхать и купить. Далее мы зашли в галерею Лафаэт, это один из самых огромных ТЦ в Париже, самый главный. И я очень хотела купить себе все путешествие духи. Диор, блумный букет, 100 мл. Но здесь они оказались намного дороже, чем Дьюти-фри, и я отложила эту идею как раз до Дьюти-фри, когда мы вылетали в Рим. О май гаад! О май гаад! Это знаменитая пирамидка! Наш Париж-Пас включал также Лувр, разумеется, но на него нужно было тоже записываться заранее на сайте на определенное время, поэтому записали Саши на пол первого, единственное свободное время, оставили его на последний день, чтобы не спеша в нем походить и насладиться творениями, и особенно Монолизой, естественно. На месте Лувра, в среднем века. Очень круто, что это все сохранилось. По-моему, у нас так особо ничего не сохранилось, как здесь. Это прям... В общем-то, дальше мы пойдем смотреть Монолизу. Я вам ее обязательно покажу. Субтитры сделал DimaTorzok Вы, кстати, знаете, что картина Монолизы или Джоконда стала известна только после ее кражи работникам музея в 1911 году. Работник хотел ее вернуть на историческую родину в Италию, где живо-творил Леонардо да Винчи, но его нашли спустя два года и вернули картину на место. После Лувра мы вышли в прекраснейший сад, который находится прямо рядом с ним. Он называется сад Юлери. И здесь люди просто сидят, наслаждаются жизнью, наслаждаются приходящей осенью, читают, сидят на маленьких стульчиках, общаются и кайфуют от этой погоды. По направлению к острову Сете, где находится Нотр-Дам и где был образован Париж, мы наткнулись на маленькие монтажные магазинчики вдоль Сены. Но не советую здесь что-то покупать, потому что есть места намного дешевле, если вы хотите покупать книги. И я об этом месте вам расскажу чуть позже. И да, наконец-то я могу вам показать Нотр-Дам де Пари. Он, к сожалению, до сих пор находится на реставрации, но, как говорит правительство, остался еще годик, и он может быть открыт официально и показан людям. Мы зашли в книжный, он называется «Бульон». Здесь есть 7-этажные книги, которые стоят от 20-30 рублей за штуку. Здесь очень-очень много различных видов, есть и новые, есть и винтажные. Выбирать себе какую-нибудь винтажную книжку и удобные распродажи еще разнорожа. Ну, например. Обычные книги стоят здесь 10 евро, а эта новая большая, например, 2,50. Также здесь есть еще дешевле по несколько центов. Вот название. Если будете здесь, то на острове Сиде вас оставите. Поверьте, но я стою сейчас на месте, где снимался сюрреал Эмили в Париже. Та-дам! Это ресторан Габриэля. А вот это, где стоит Саша, сзади него этот дом, где жила Эмили, и оттуда открывался крутой вид на Париж. Еще здесь рядом Пантеон находится, Люксембургский сад и дворец, и еще много чего. Так что пойдемте смотреть квартиру Эмили. Вот, просто представьте, это и есть дом, в котором жила Эмили. Это ее подъезд, в который она заходила. Вот. И здесь, там с этим фонтанчиком, она отмечала свое день рождения в одной из серий. Просто обалдеть. После этого мы с Сашей просто гуляли по вечернему Парижу, потом собирали вещи и готовились к поездке в Рим. Спасибо вам за просмотр, мне очень это приятно. И до новых встреч!